Здрасте, здрасте. А как вас зовут? Меня Вика, а вас? Здрасте, Вика, меня Геннадий зовут. Хотите, я вам почитаю стихи? Давайте. Да, хорошо, тогда специально для вас. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, ну, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто. На все безрассудное я в... Ой, что-то интернет затормозил чуть-чуть. Я думаю, когда это произойдет, что-нибудь подобное. Чуть-чуть интернет. А вы догадались, да, что я с компьютера включаю запись? Ну да, голос-то похоже, что с компьютера. Я еще и свои стихи пишу немного. Вот, хотите, вам немного свои стихи прочитаю? Давайте. Я все мечтаю о былом. Что в захолустном городишке, где по зиме белым-бело, я ощутил себя мальчишкой. Как хорошо мне было дома. Я возвращаюсь маму. Встречай. Вы точно голос не ставили где-то? А как вы догадались, что я снова поставил голос? Меня точно разводит, но в чем конкретно, я пока не понимаю. Думаю, что вам не надо понимать в чем. Просто спасибо. Это очень красивый голос. Спасибо большое, спасибо. Здрасте. Привет. О, вас Александр, да, зовут? Да, можно на ты. А, меня Геннадий, очень приятно. О, у меня тут комментарии пишут, что вы какой-то известный человек, да? Ну, так же, типа. А, прикольно. Любишь, Саша, стихи? Несмотря какие. Ну, там, Есенин, Маяковский, что-то такое. Ну да, ну да. Хочешь, прочитаю что-нибудь? Давай. Послушайте. Но ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, и он вырывает пальцы к Богу. Ой, что-то интернет тормозит немного. Чуть-чуть. Затормозил интернет. А вы что, не догадались, Саша, что это я с компьютера включил? Догадались. А что ничего не сказали тогда? Я сижу, слушаюсь просто словечки. Я вообще свои стихи пишу. У меня есть стихи про Москву. Хотите, вам прочитаем? Ну, давайте. Хорошо. Тогда специально для Александра коротенькое стихотворение про Арбат. Поэт идет домой пешком. Все электрички спать умчались. А за плечами вещь мешком таятся грусти и печали. Поэт надеется, что он изменит мир. Он хочет. Очень. Так, это сейчас не ноутбук был. Ну, естественно, не ноутбук. О, понятно. Классно. Я думаю, что ноутбук играет только сейчас дошло. Здрасте. Здравствуйте. Чего? А вас как зовут? Меня Керно зовут. Керно. Керно? Это что такое? Гарик это. А, Гарик. Очень приятно. Меня Геннадий зовут. О, здорово, Геннадий. Хе. Я вас узнал, Геннадий. Да? Вы в этом фильме снимались Геннадий всех времен. Или как его там? Нет, нет, я в таком фильме не снимался. А вы что, стример какой-то, да? Нет. Нет, я соварщик. На, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет? Нет, у вас просто... У вас просто микрофон такой красивый стоит, что мне кажется... Не, я... Я иногда пою вот... Без самиму чо сижу вот этот... А, блин. Тогда, тогда, конечно... Сильно пою. Тогда, конечно, прикольно. Гарик. Очень прикольно. Да. А вы любите стихи, Гарик? Да, конечно, любим. Урлукоморья, когда дуб зеленый, там кошка по степи ходит. Хотите, вам что-то прочитаю? Прочитайте, мы вот ждем этого, конкретно этого и ждем. Специально для Гарика, Маяковский. Маяковский. Что так Маяковский? Но ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И надрываясь в метель, похуденный пыль, и он врывается к богу. Бои. Ой, че-то у меня... Интернет перезагружит. Интернет перезагружит. Затормозил немного интернет. И ты тоже с ним вот так... Ё, 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 я думал, общий эфир затормозит. А вы что догадались, что это я с компьютера включил, да? Вы спалились. Я этот... Еще свои стихи немного пишу. Давайте, но только в этот раз без халтуры и малтуры. Хорошо? Нет, в этот раз без халтуры. У меня есть стих про дудук. Знаете такое дудук? Армянский народный инструмент национальный. Городок ты мой уютный. Отчего же так уныл? От того лишь, что не лютня, а дудука и зурны. И вот это тоже в записи, что ли? Кого? Камацах Перес? В записи? Да. Не. Я. Вот это уже сильно было. Это... Про дудук дальше продолжаем. Городок ты мой уютный. Отчего же так уныл? От того лишь, что не лютни, а дудука и зурны за душевные мотивы заполняют твой простор. Такие люди. Их сплоченный братский дух существует не под лютни, а под плачущий дудук. Да. Уже шутить не хочется даже как-то. Это сильно было. Спасибо, брат. Спасибо. Я на крючок попался, да. Да, могу прочитать, если хотите. Давай. Какой вы прикольный брат. Ты меня не любишь, не жалеешь. А разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, мне на плечи руки опусти. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не неженый, не груб. Расскажи мне... Что-то там зависло. Зависло немного от трансляции. Круто, круто. Надо нам так же почитать будет. А вы что, не догадались, что это я с компьютера включаю? Догадались. Первые секунды нет. Вот, только потом. Ну, видите, не затормозил бы интернет, вы бы не догадались ни разу. Догадались. Догадались бы, да? Да. Ну, ладно. Нет, вообще, как бы я на самом деле стихи читаю, но только свои. Без компьютера, без ничего. Пишу свои стихи и читаю их. Круто. Да. Хотите, вам прочитаю про любовь стихи? Давайте. Опиши меня прилагательным. Ага, еще раз включил, да? Длинным душевным словом. Нет. Молчание золота, слово платина. Ты опиши прилагательным, словно другие слова под запрет. Круто. Главное созданным были пугательные. А сколько я так протянул? Еще. Круто. Крутой голос. Чего? Крутой, говорю, голос. Круто. Спасибо, спасибо. А он дебил или притворяется? Не, он, наверное, нормально. Че? Нормально. А хотите, вам что-нибудь прочитаю? Давайте Есенина. А, давайте. Снова все хотят Есенина. Никто ничего другое слушать не хочет. Только Есенина все хотят. Ты меня не любишь. Вы зависаете, вы зависаете. А разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти, млеешь мне на плечи руки опусти. Расскажи мне, о скольких ты ласкала? Сколько рук ты помнишь? Сколько губ? Знаю, я не про... Ой, что-то интернет затормозил немного. Это типа интернет был? А вы что, не догадались, что я с компьютера запись включил и рот под нее открывал? Вот это поворот! Нет, нам просто кто-то написал, что вы диктор. Вот, вот, диктую. Слышите? Включаю на компьютере и диктую. Хитрый. Да. Да, это запись интернета. Вот ее нажимаешь, и она играет. Слышите? Да. А вообще, я, конечно, немного свои стихи пишу. И у меня даже про Челябинск есть стихотворение. Давайте. Хотите, вам прочитаю свое стихотворение про Челябинск. Давайте. Сейчас смешаемся с толпой. Но знай, лучистое, что я бы Бежал отсюда до Челябы, Желая свидеться с тобой. Заберу тебя в столицу, Закинув гордо на плечо. По сути, рифмы ни при чем. Я просто рад опять влюбиться. Ничего себе. А это вы? Это вы говорили. Это тоже не я говорил. Это тоже включал компьютер. Нет, это вы были. Ну ладно, ладно, хорошо. Это был я. Окей. А скажите еще, ну, допустим, вы можете там, допустим, какого-нибудь актера голосом сказать, или мультика, там что-то такое. Могу, могу вот так. Палыш, пойдем погуляем по крыше, мы. Офигеть, офигеть. А как это так? Ну, вот так. Как вас зовут? Как вас зовут? О! Как мы с вами одновременно это сказали. Меня Юля. Меня Юля, а вас? Очень приятно. Меня Геннадий. Хотите, Юля, прочитаю вам стихи? Давайте, послушаем. Как много тех, с кем можно лечь в постели. Как мало, как положено и в радости, и в горе быть рядом. Но при этом не любить. Ой, что-то интернет затормозил. Что-то не то пошло. Что-то да. А вы догадались, Юля, да, что я с компьютера включил? Конечно. Да? Что-то пошло не по плану. Я свои стихи пишу. Вот. И могу вам прочитать какое-нибудь свое. Хотите? Давайте, давайте. Девочка моя, в этом пристанище мрака, где в каждом прохожем скрывается гниль, не привязаться ни узами брака, не уповая на страсть и ваниль, а не признание страсти и ваниль. Так, а это тоже было с интернета? Или это вы сказали? Да, да. Но сейчас было очень правдоподобно. Даже вот думала... Да? А вы тоже не догадались, что я, что я, видите, нажимаю, и оно говорится. Вот этот стишок прям очень классный. Я даже думала, что это вы. А я его просто тренировал много. Много раз читал. У меня есть заготовленные стихи, которые я всегда читаю, чтобы можно было догадаться, что это не я. Как будто ты такой улыбающийся, как будто бы ты... Подожди, какой-то был актер такой интересный. Подожди, кто у нас играл в «Бриллиантовой руке» главный актер? Никулин. Юрий Никулин играл. Да, Никулин. Оу май. Я стихи в прямом эфире читаю. Серьезно? Да. Хотите... А ну-ка, пожалуйста, зачитайте что-нибудь. Хотите и вам, да, какие-нибудь... Будь, пожалуйста, послабее. Будь, ну, пожалуйста. На все безрассудное я в море, в море брошусь густое, поезд зловеще. Ой, что-то у меня интернет затормозил немного. Подождите, вы что, обманываете? Это не вы читаете. Я с компьютера включил запись, да. Ту, блин, «Гидрит Мадрид», я еще ее вникла. А вы, а вы что, не догадались сразу? Даша, это не я. Да, конечно, нет, а я еще такая вниклась. Мне тут пишут, что голос у вас приятный. Ё-па-р-с-э-т-э, везде обман. Ну, это не обман, это такая шутка немного. Хотите свое стихотворение про Москву вам прочитаю? Давайте, только не включайте компьютер. Погнали. А по средам на небе черном лишь одинокая звезда. За то, что бросили девчонку, ее сестер бы освистал. И вынес все на суд присяжных. И заявил бы перед ним, но невозможно. И как всегда, на небе черном лишь одинокая звезда. Слушай, погоди. А ну-ка, ноутбук отнеси-ка в другую комнату вот сейчас. Подожди, то есть то, что я сейчас разговариваю нормальным голосом, тебе как бы все равно, да? Ти, подожди. В ТТ можно менять голос? Там какие-то настройки есть, мне пишут. Ну, то есть ты хочешь сказать, что я вот так вот и сразу меняю голос обратно, а потом вот так разговариваю и сразу же меняю голос, да, через настройки. Блин, ну если это ты, то ты крут. Это, хорошо. А так, а по щелчку вы можете типа поменять голос? Нет, смотри, я могу сделать так. Эй, малыш, пойдем погуляем по крыше. Пойдем. Ты слышал? Да, он крутой. Крутой вообще. Вау, спасибо. Дмитрий Кравченко, поищи. Поищи, поищи, по гугле, да.